канал таежный обитель приветствует вас сегодня я тоже отвечу на вопрос одного подписчика чайку глотнем оксана сегедина мне прислала заварку новую у меня сейчас много заварки которая бы лечебный чай и мне уже пишет николай очень вам болеть нельзя я стараюсь вкусный вот чабрец чабрец он отдает так вопрос такой я его прочитаю я его записал в общем почему олени кружат вот некоторые там говорят что это целый танец олени вот кружат по кругу кружат и непонятно для чего они кружат и меня спрашивают николай еще объяснить вот что это за кружение оленей что что это такое и вот я там залез в интернет заулок плужников пишет там так что это защитная реакция как бы оленей от нападения хищников в центре слабый молодняк по краям самцы вот есть видео я посмотрел где как раз кружат квадрокоптера видать сняли в центре стоят много самцов кстати в центр он почти не кружится они там просто стоят а вот вокруг уже и олени бегают и маленькие по краям бегают это неправильно это неправильно кружат олени вот если даже вы по видео там много видео там и если вы посмотрите вот кружат они на в коралях кружат они когда их там много и они вот видно кружат аж такая красивая картинка кружат они на стоянках вот есть там видео между сопок и вот выбита выбита земля и вот на этом месте они кружат там дальше кусты там они их не видно а вот на этой стоянке они кружат видно стоит зимняя стоянка чум там три чума и вот они тут тоже кружат в загоне они там кружат вот в этом стесненном как бы пространстве летом это вот загоны в тундре они кружат их донимают кровососущие твари комары пауты мошка гнус овод и они если там вот я смотрел видно они бегают иногда раз носом к земле носом к земле оводы которых особенно сильно боятся олени они бывают двух видов один это вот подкожный овод он под кожу по спине хоботок вставляет и туда личинок своих и там вырастают вот вот такие большие как гусеницы личинки по овенкийский вот этот подкожный овод называется куюкта а вот когда они бегают и нос к земле это их донимает овод носоглоточный по-венкийский он называется сараптун этот овод носоглоточный он иногда и в людей он брызгает он в нозре брызгает вот этих сараптунчиков иногда его поймаешь или раздалишь или он тебе брызгает нос ты вытираешь и видишь там живые личиночки маленькие и вот они уползают и потом эти сараптуны носоглоточные они его доставят тоже вот как как мизинец только они там черные а подкожный он белый как белые гусеницы как вот у майского жука такие здоровенные и весной вот когда там к весне вот весной они начинают выходим и со спины бывает выдавливаем этих куюкта и он сам олень у него там в ноздрях уже вот на забои мы видим там полно вот этих личинок носоглоточных и он сморкает у него такие вот сопли бегут с кровью с укровицей он они выпадают и землю зарываются а эти подкожные тоже вылазят шкуры оленя бывает мало пригодные вот и куюкта везде дырочки они прям подходишь они дырочку прогрызают и берешь рукой вот так раз и выдавливаешь оттуда вытаскиваешь его за голову это очень такое болезненно олень страшно боится страшно боится поэтому олени практически не стоят вот в тундре они не стоят а зимой их окарауливают вот их пригнали к табору и их окарауливают это вот в тундре им не дают уйти чтобы они не разбежались у них там я смотрю нет дымокуров а просто карауливают по этим же видео я смотрел специально ходит человек и обходит стадо начинают собаки олень гонные лайки подгоняют олени к этому тоже привыкают они к этому привыкают оленям стада надо управлять вот это стадо привыкает что им управляют они здесь и вот на одном видео видно раз и пошли цепочка и все и все и вся эта кружащаяся канитель потихоньку также и наши олени таежные но в тайге там у нас дымокуры мы делаем дымокуры мы делаем дымокуры делаем там сосна там лиственница тонкие рубим такие ветки с ушками и делаем навесы и сбоку загораживаем чтобы солнце и сверху делаем навесы когда у нас не сильно много оленей они под эти навесы деревья ищем место где стоянку делать даже где мы огораживаем потом загоном коралем мы ищем где есть деревья разлапистые в тени олени не шибко боятся вот этих оводов овод в тени он теряется он начинает не не шибко их жалит и кусает когда я каюрил у меня был олень он задолбал он постоянно залазил в палатку залазил в палатку и лечь ему там надо потому что там тень его там никто не кусает и вот эти вот таежные олени они не кружат так когда есть дымокуры но они постоянно в движении они там чуть и он начинает дрыгать на ногами бывает делать нечего там побаловаться палочку берешь и его там сзади раз и по шерстинкам и он начинает шибко стучать а вот эти сараптуны он все время прижимает старается прижать нос к земле если утром проспал пастуха в тайге и не разжег дымокур олени прибежали и они могут сорваться и убежать они убегают это до сопки наверха где ветер где там в слайнике они там прячутся в тени наверху где обдувает их вот они тогда ищут такое если нет помощи человека то они ищут сами где спрятаться от этой канители ну и в слайнике они там точно так же они там мечутся потому что вот эти кровососы их донимают очень сильно очень сильно даже человек от них нервничает постоянно постоянно не будешь сидеть как на озере там где ветерок а в тайге постоянно там веткой обтряхиваешься на себя натягиваешь чтобы у тебя закрыто все было здесь закрыто на руки садятся везде брызгают также в тебя ну то что под кожу кстати вот брызгают в человека если в нос брызгают то эти твари там не приживаются это можно не бояться ну дикие олени дикие олени вот у нас в становом они летом залаживают на сопки на сопки домашние олени если мы вот тоже прозевали они тоже так точно также в слайник на сопки наверх лезут где ветер а еще у нас есть летом наледи которые не оттаивают они вот на эти на этих наледях стоят там прохладно и обычно наледи по речке продувает продувает вот возле бомнака там наши ребята стояли и там старательские отвалы старатели поразгребли и стало открытое вот такое место и олени когда их дымокур не сделаешь они убегали на вот эти отвалы где ветер где не так много хоть немного но продувает вот значит мое мнение что кружат они во-первых если летом то они разгоняют вот этих тварей их полно например идет дождик когда начинается дожди вот осенью грибы дожди то олени хоть дымокур ты делай хоть не делай они не придут потому что во время дождя эти оводы они не летают даже говорят что они подзаряжаются от солнца пока солнце есть как будто солнечные батареи вот и второе то что их окарауливают они уже с человеком как бы постоянно вот привыкли как у нас лесу где макуром а в тундре привыкли что их окарауливают и они знают собака побежала и олень если его несколько раз там пугнули он старается в стадо убежать он старается снова в стадо спрятаться вот такая такой мой ответ вам это у нас я говорю у нас вот таких кружений в тайге нет тут я тоже по видео смотрел там леса тундра несколько лет там они как бы кружились в загоне но в загоне законе и тоже спокойно не стояли когда солнце когда пауты поводы мошка они тоже постоянно то встанут лягут но в тени вот они лежат дымокуры когда они чуть ли не в дымокур лезут с ногами мы делаем такие как по чум такие такую основу чтоб они не залезли в вагонь чтобы не залезли в угли потому что они так эту тварь боятся что бывает что если нерадивые пастуха не сделал загородку бывает копыта обжигают вот вот до сегодня я вам ответил на этот вопрос почему олени делают хороводы ну я думаю сейчас будут комментарии и хотелось бы чтоб опытные пастухи особенно тундровые там я не шибко грамотный мне это тоже подсказали если я не прав то пусть подскажут что я не прав если прав то пусть тоже как бы подтвердят у меня есть друзья которые мне пишут я на них надеюсь всего вам доброго удачи всем радости здоровья порчество гармонии самим собой с окружающим миром пока пока